всем доброго утра всем 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 уважаемые зрители телезрители гости подписчики уважаемые канала жизнь жизнь багира сегодня у нас среда 17 июля 6 55 утра у нас сегодня дискотека с утра с 5 часов слышите наверно до музыку сашки включила я сегодня убиралась с утра генералила да 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 везде там вывала все в комнате всю пыль пол двигала диван там пыль везде в углах все вымола санчо панчес включила санчо панчесу шансон наливай и ничего не говори моя душа попала в рай я буду пьяный до зари что у меня на завтрак у нас вернее каша пшено чуть-чуть риса и молоко бутеры бутеры остатки роскоши на все не купить хлебец хлебец девочки хлебец и хлебушек такой вот серенький там со всякой ерундой ладно чай с чай с липой часть липой и сахарозаменителем и ложка там санчо с меня завтракает сидит пойдемте ка я посмотрю что он там делает потому что ну мало ли человек там у меня балдеет кушает санчо скушаем кушаем и сельдопиваем наливай санчо и ничего так фрукты доедаем ладно моя душа попала в рай я буду пьяный до зари о молодец умница умница санчо пансо умница немножко давится давится он всегда у меня давится когда жидкое пьет всегда давится чуть-чуть там уже там ну так вот у него сложилось все молодец все съел так санчо 2 абрикоса еще осталось у тебя три штуки съел 2 осталось а кушаем вернышки сюда складываем красавец мой наливай санчо говори моя душа попала в рай я буду пьяный до зари и не рви мне душу наливай и ничего не говори моя душа попала в рай я буду пьяный до зари все съел умница давай эти помогу лечим на кровати вот эти тряпки оставь пожалуйста полотенце платки всякие давай пошли поехали так санчо не падай пьяный бред проси мне осень пьяный бред проси мне осень мы санчо спонсор отдыхаем вообще сегодня у нас дискотека у нас кайф даже санчо танцевали где-то минуты медленный танец он гордой меня штормит я говорю ниху было пьян стоит с утра ой ночью зачем буду бухал тем более меня смеется ягра надо пить то упивать-то со мной мне тоже стармила все нам на мыло девочки все на мыло стираю эти обувь они такие черные грязные его обувь к машинке у меня так мне надо руки помыть девчонки куда вас поставить махер соток ой короче кабелка в колесе я вам раз расскажу кое-что вы постойте пожалуйста ладно вот тут вот тут постойте это сумки по мою хорошо еще будет я уже три раза в душ ходил три раза представляете я вся стекла во время помывки уборки вчера ему говорю вечером ты посмотри я тебе пять трусов перестирала пять ты обосал мне их за день это нормально у меня спасибо я у тебя блять такое спасибо покажу конечно девочки я хоть с ним так и разговариваю страну это шучу я возьму ремень тебя отжогаю о так вот короче приходил у нас терапевт ничего хорошего нет приходила она же терапевт и бывший она психолог она очень много у нас летом лет работал психологом то место посада смотрит кто-то наверно поймет о ком я говорю вот обслуживает она тоже канавалово она заменяет нашего врача мужчину который не очень хороший он уйдет в декабре уже совсем на покой ему 70 лет исполняется и в декабре у меня ее вчера спросила он горит все говорит уходит декабре наконец-то он у меня коля был к нему прикреплен ну он в шошелых живет он ездит на машине ну короче может быть он врач может быть он врач как врач хороший был когда-то да я не знаю но во всяком случае мне во всяком случае вообще не особо совсем не нравится потому что он моего мужа довел до эрозии желудка когда у него был диодевит он ничего нам не сказал чем лечиться и короче до эрозии довел этот терапевт поэтому есть у меня основание его не уважать мягко сказано так вот к нам приходила он в видимо в отпуске заменяет его сейчас другая терапевта на где-то она уже моя ровесница а может данная моя ровесница вот и мы с ним вчера поговорили она хорошо прям этот она сначала позвонила предупредила до что задержится немножко туда-сюда но очень приятный человек и все вообще как врач все обсудили девочки да ничего хорошего саша не ждет скажу прямо у него водянка головного мозга простыми словами водянка девочки это знаете как это мозг в воде вот она по-научному я забыл девочки я сейчас посмотрю у меня где-то в закладках у меня закладках в истории где-то название бы у него написано кстати в этом выписке я вам читал не стал я сама не помню девочки со своей болезнью но это хуже во всяком случае это хуже чем энцеллофопатия вот она однозначно приводит вот эта водянка она однозначно приводит к альцгельмеру вот энцеллофопатия может привести еще только к деменции да деменция ну как бы она послабее чем альцгельмер кто понимается в заболевании кто-то понимает а водянка головного мозга девочки это уже признак альцгельмера человек может быть в любой момент просто вот проснуться до или не проснуться в течение там какого-то времени до просто отключится мозг и он перестанет узнавать всех вообще просто вот это может наступить в любой момент потому что вода как бы она держится до она никуда не рассосется от слова совсем девочки не буду я искать название я думаю ну зачем вам медицинский термин да вы так понимаете что такое очень долго там надо искать вот все очень платим на все очень платим конечно же да ну водянка как водянка головного мозга как энцеллофопатия она знаете как происходит тоже из того же самого что во время родов дача у человека порождается голова там риме родов до после родовая травма потом уже по жизни травма там аварии всякие там удары головой вот выпивка спиртные вот эти вредные привычки наркотики алкоголь вот вот так что у тебя там я не понимаю что ты все лижешь блять постоянно моня моника что ты ее лишь девочки у бойки пошла течка первая я думаю что она все слизывает она моется она где нигде ничего не пачкает надо ей одеть памперс она где-то начала лизать 15 числа 15 14 июля надо записать эту дату первая течка пошла у нее вот так декабрь январь февраль марта апрель май июнь июль восемь месяцев и сейчас надо обязательно записать а то короче этот и одеть памперсы надо купить памперс у нас памперсов нет один памперс единственный вот так оську надо теперь закрывать и никуда-то сторонить надо памперсы покупать и одевать девочки кошмар проблема ладно посмотрела и думаю чё она лежит не дай бог она с ней что-нибудь сделает я с ума сойду вообще кошмар просто кошмар я посмотрел и увидела она слизывает ничего нигде не пачкает понимаете поэтому чисто везде все караул ладно бонька теперь тут я переключилась на боньку ну что ну что я вам скажу я конечно собра сообщила дороге ехала кристина на поезде там она ехала ехала я не уже звонила вчера сообщила все ничего хорошего девочки ждет всем приятного аппетита чтобы завтракать хочу позавтракать ты сожалеешь много раз время 7 07 мне надо идти в больницу написать заявление чтобы не у розыка обслуживала ой девочки я вот честно сказать за такой период времени да он мне стал как родной человек понимаете это как взященка как котенка с подворот не с какой-нибудь да и выничать выкормить ну это не одно и то же но почти что я отношусь к нему как знаете как к младенцу сначала относилась но сейчас уже конечно как к взрослому он не стал просто как родственная душа первое время я сидел с ним рядом когда он был тяжелый несколько дней подряд целыми днями с утра до вечера вот я не смогли отдаленных с этим уже нормально был он врачом он рассказывал мне по себя раньше это был частое явление 90 года нормально я сама такая же была как он в реплицитационный центр можно поехать даже по час но нет смысла в его состоянии он такой же останется лишняя трата времени у него все равно будет ремер в руках его будет качать потому что у него заболевание мозга у нас все жизненно важные сигналы от головы кристин его не сможет час над ним взять опекунство как бы она не хотела почему она хочет взять опекунство она думает что у него много кредитов она обнаружила несколько карточек дома у него и переживает чтобы проверить эти картики он говорит что нету девочки он придумывает что у него 6 машин куплено было но придумал оформлено на нем охозяйничает друг который живет в германии который приезжал к нам серёга у вас ну короче вот так вчера я придумал что у него еще есть одна квартира еще одна есть за которым будет кредит то бишь одна квартира в потехе и почему-то постоянно какой-то миллион тонн миллион выиграл в прошлом году и купил 6 машин одну из них подарил кристине который не было старую собирался подарить меня который нет вкусно хлебец кстати очень одна вкус приятный я еще купил сейчас конца августа его надо положить больницу чтобы не таскать по поликлинике предстоит миссии нужно брать все анализы окулиста хирурга сейчас приду девочки короче торет что-то меня влюбленный очень сильно кто нам в туалет хочет девочки пока хоть а чего сань пойдем засранец ой 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 он как раз и вовремя он у меня все вовремя делает а как же думаете что как без этого он знает когда увела на унитаз не стала не буду прорывать это видео потому что не хочу склеивать лишнее время тратить так что не теряйте паузы здесь не ставится на айфоне так ну что потом вот для этого нужно положить больницу чтобы все на месте его проверили все врачи и все документы уйдут на комиссию в начале сентября будет комиссия и ему дадут скорее всего вторую группу а могут даже третью дать группа будет по инсульту который у него произошел но никак не по другому заболеванию сейчас я приду что он не хочет как Продолжение следует... 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 самый главный маневр вот так вот, девочки вот это очень вкусно я вам честно говорю ой я всегда так делаю а главное полезно, девочки но это не ПП, нет вот так я знаю, что это не ПП вы не думаете, что я дура это легкоусвояемый углевод быстрый быстрого действия да который вкусно безумно если вы возьмете чай любой чай зеленый то черный, с лимоном хоть зеленый, хоть этот, как его какава хоть с липкой, хоть с мятой подслащеный это очень вкусно поверьте мне это безумно просто надо очень кушать это аккуратно потому что можно извозиться а раньше так не делала недавно чуть ли я раньше не догадалась так вообще это знаете как творог со сметаной да с ягодами и с булочкой это пицца такая десертная сладкая это отвал башки не ешьте, не ешьте вам нельзя у вас пп у вас мода новая а я девушка среднего возраста живу дочь советского союза живу так как я хочу не ваша мода по барабану это безумно это безумно какой-то главное для меня во всяком случае что даже корочку можно скушать обычно не едят корочку я ем люди я говорю а здесь хватает вот этой верхней шапки да на все что-то хотите говорить это очень вкусно это безумно а вы не ешьте это все руки помыла после Саши не переживайте зайницу мы не вытираем он сам себе вытирает давно уже не вытираем пару недель точно Сашка у меня в этом отношении самостоятельный он и броится сам уже электроблитвой Кристина пришла это все место вот так я думаю может быть Боньку мне отвезти туда нет там она рассарапает все новые двери кость туда ты сня на день отвозить чтобы Боньку не приставал а секс секс барьеры я прочитала Алла это гормон а гормоны я не хочу давать тёське они могут навредить вот так смолена это вообще отвал башки это очень вкусно вкус детства одессим кстати будет полезно вам вредно вот так ну чё чё Сашу Сашу потом короче это так не договорил я потом его прежде чем опекунство делать его нужно положить в психиатрическую больницу такое есть отделение в Новочебоксарске оказывается это уже после девочки можно сейчас положить его в психиатрическую больницу если захочут они или после инвалидности вот там пролечут поставят его на учет и всё его Сашина жизнь на этом закончится самостоятельно потом после психологической психической больницы подать заявку на рассмотрение инвалидности могут дать первую группу по его заболеванию могут не дать это всё у нас врачи рассматривают насколько тяжелые у него заболевания сделать надо будет КТ КТ ему делали в начале мая и в начале июня перед выпиской КТ сейчас лучше не делать потому что очень большое облучение будет сделать надо в конце августа перед комиссией это бесплатно делается дадут направление вот вот так вот такая Саша история нехорошая мне его жалко очень сильно до глубины души даже я не могу передать словами что я чувствую честно человеческий фактор ко мне он относится хорошо слава богу вот ну таблетки нужно которые я ему давала редко редко растягивала вот эти которые психотропные да прицеп они не такие серьезные тяжелые вообще врач вчера наша рекомендовала давать по три раза в день и почему невролог дал нам маленькую дозу это детскую дозу вам дали 15 миллиграмм нужно 50 по три раза в день чтобы на постоянной основе чтобы у него не было галлюцинаций шизофрения у него не перерастет шизофрения у него не будет нет а вот что может быть у него у него девочки может быть паркинсон альцгельмер вот и это как я вчера звучала заболевание тысячи приступать у него были вы поняли меня забыл название у меня у самой тоже с башкой не в ладах что вы думаете вот тут помнить там не помнить и что я хочу сказать и мне даже страшно представить мне страшно представить за его будущее потому что я знаю это точно я вот просто уверена честно вам скажу знаю Кристину уже знаком уже с ним с ней она его отправит все равно ну не сегодня не завтра нет потому что заболевание будет прогрессировать он будет становиться хуже она его отправит куда подальше сами понимаете куда вот так а квартиру они думают продавать его квартиру там у него осталось ипотеки 70 тысяч 78 тысяч он сказал платить вот мало он по 8 тысяч платит в месяц по 8 по-моему и вот еще прежде чем сейчас можно проверить карточки как можно проверить Кристина должна приехать я еще просто раз я там же самое говорила в субботу а были выходные она очень спешила назад домой ну у нее да у нее серьезно там все она вся на таблетках вообще по-хорошему она должна была приехать в рабочие дни пригласить нотариуса на дом взять от него доверенность потому что сейчас если обратиться к психиатру даже если невролог откажет эти таблетки выписывать это невролог выписывает посмотрим сейчас все то его поставят на учет а если Сашу поставят на учет о доверенности можно забыть потому что нотариус обязательно будет делать запрос к психиатру узнавать состоит ли этот человек на учете вот так и все и тогда Кристина точно не узнает пока не придут эти судебные приства не знаю что у него там я вообще не знаю что у него там карточки есть а ничего не знаю ну это конечно не мое дело я вообще просто говорю да рассказываю как все обстоят дела не очень хорошо просто я бы на ее месте бы да поторопилась бы с этим делом потому что заболевание серьезное очень серьезное кто имеет представление что это такое тот поймет кто не имеет представления ну значит и не надо Саша Саша тяжелый пациент вот он живет здесь комфортно ему здесь очень нравится понимаете он привык к этому комфорту и мне даже страшно представить что у него скоро не будет это комфорта но если бы мне платили бы 75 тысяч в месяц я знаю что это мало вообще по-хорошему мы должны платить с таким пациентом 75-80 плюс и давать на питание тысяч двадцать но сутка должна улетать но это знаете девочки я буду я могу назвать это как грабюш наверное ну это очень большая сумма я понимаю если бы помогали бы сестра брат родня есть а толку нет как бы так скажем то бы другое дело ну рвать я не привыкла девочки с людей я тоже могу войти в положение и я считаю что за 75 тысяч конечно можно пускай 75 20 тысяч там ему на питание да на все про все на воду там на стирку ну грубо говоря вот так вот 20 да питание у него хорошее полноценно не переживайте такого питания не будет у него в другом месте даже дома у себя у него такого питания не будет такое у нас у нас хорошее питание вот и 55 тысяч мне бы 50-55 тысяч бы оставалось за работу для меня это достаточно я могу купить себе что-то отложить или закрыть ипотеку там не закрыть совсем платить ипотеку да вот вот так но они не хотят платить столько денег для них это кажется очень много но когда они его возьмут когда я его отдам 10 августа они поймут что это такое пока человек не прочувствует на своей шкуре что это такое человек не поймет она думает что она его увезет в Тюмень она нам так предполагает да и жизнь наладится если она продаст квартиру поселит его к себе и придется его к себе поселить а у нее как ее студия квартира вот естественно она будет занимать сиделку дневную да сама ходить работать с утра до вечера вот личной жизни не будет никакой потому что надо прийти с работы отпустить сиделку и заниматься Сашей вот а ей надо еще замуж уходить и детей рожать когда это все у нее будет я не знаю а ей уже 35 лет 35 год вот детей уж пора рожать семья возводится да не стоит крыться на себе пока она будет заниматься Сашей это года пройдут и будет поздно перед боржом и когда почки сядут но об этом должна она сама подумать естественно денег много уйдет его надо кормить ему надо готовить она ест очень мало сама очень мало ест она ест как цыпленок понимаете она практически не готовит у себя она ходит к маме у нее мама рядом живет ей сейчас легко живется она свободная она занимается учебой работой и собой дом она не готовит она ходит кушает к маме ей все хорошо но когда появится папа у нее такой жизни малины не будет вот и в содержание его уйдет немало денег плюс привязанность еще будет привязана так вот такие дела ну хотят все хотят то и делают если начнет сальвизгельмера это будет труба или она его отправит в хоспис или отправит в больницу ну куда-то отправит она его вся труба труба для него конечно но я же тоже не могу его пожить ну хотя бы год я могла бы его содержать да если по 75 тысяч мне платили бы до следующего лета пусть я поживет а там видно будет а может поправится может рассосется но и не рассосется конечно эта водянка все запущено очень сильно все и все очень плохо вот такие дела хвастаться нечем да девочки время 7.40 утра у меня сейчас там быстрилась наверное его обувка я буду сейчас на солнышко поставлю Боника сидит там за решеткой в темнице своей мне надо что-то с памперсами решать сейчас я памперсы найду и выпишу доставку опять задержали моего этого сейчас пришло сообщение где у меня айфон айфон я же на айфон записываю айфон еще опять мне задержали доставку девочки дата доставки была изменена 21 июня 21 по любому девочке не придет они потом еще изменят потом изменят потом откажут и деньги вернут я блять я вообще куплю когда-нибудь эту зарядку или нет я вообще не знаю в ДНС я смотрела не продают этих зарядок нету их понимаете я бы в ДНС поехала купила да но нету нету такой геморрой мама не горюй не знаю что делать в раздумья комод ко мне едет девочки он уже в нижнем комодик мой едет долго едет в нижнем когда у нас был 15 15 июня он был у нас в нижнем едет он с Белоруссии был в Минске потом в Москве вот караул а Коля что а Коля что сейчас я вам скажу я вчера приготовила суп гороховый вы знаете да и макароны с печенью с этим с грибами он пришел и говорит сейчас я буду есть этот как макароны с печенью я говорю с Коля но ты же знаешь что второе блюдо ты всегда берешь с собой на обед девочки ну у нас так понимаете первое блюдо он кушает вечером потому что он не носит он боится расплескать испачкаться да и вообще и вообще ему как бы неудобно перед людьми там кушать вот это вот первое блюдо не знаю почему ладно бог с ним вот поэтому он ест второе первое блюдо теперь он говорит не 9 07 девочки едет этажерка выпущена из таможни она едет откуда она едет создали а где создали 26 заказ создан 26 июня доставку передали принт перевозчикам 29 заказ прибыл на таможню город не указанный 7 страну значение 9 2 таможни проходит откуда он едет я вообще не знаю 2 таможни сейчас 9 выпущен из таможни откуда с какого города фиг бы знать вот я отслеживаю по этому по номеру вот так и он мне заявляет ты мне надоело он мне вчера сказал со своим супом почему ты сварила опять гороховый суп а не другой вы знаете мне хотел взять хотел его и уебать он устроился на работу опять туда же где работала раньше помните я его ругала чтобы он вернулся он не возвращался туда потому что туда вернулся Федя Федя вернулся значит я пойду а я как орала на него в апреле еще заебался своими копейками теперь он вернулся теперь он хоть улыбается ладно бог с ним вернулся вернулся вот надоело мне со своим супом он мне заявил я что не охерела я ем этот суп Саша кушает суп да суп хороший свежий ну сварила второй раз особенно суп а вот в чем дело морда злая девочки мне хотелось этот суп ему взять и прямо накрыть ему башку вот честно скажу мне так было неприятно я говорю знаешь чем пизду в ресторан и питайся блять раз тебе не устраивает что я тебе готовлю и поднос подношу да значит найди себе другую ты говорю так мне надоело я хочу с тобой развестись вот и на самом деле блять я вот миллион раз вот думаете я просто так шучу что ли вот просто так с него беру да что я хочу с ним развестись я с ним реально хочу развестись хотите верьте мне хотите нет я от него устала просто устала я не хочу с ним жить вообще я давно не хочу с ним жить я уже несколько лет не хочу с ним жить мне год и не два уже лет восемь не хочу может десять я с ним жить не хочу и все живу блять хочу я с ним живу я никак понять не могу я сама себя не пойму морда кривая блять потом взял короче я ему положила суп и съел он суп я хочу положить макароны не хочу я урод я ему второй накладываю каждый обед и салат другую баночку еще сверху помидорки вот эти мелкие карамелька в салат плоду заправляю и все глядь чего его не устраивает где так может где живут я не знаю может быть у вас хорошо то мужики в ресторанах питаются ваши он столько не зарабатывать чтобы ему ходить в ресторан я его тяну постоянно блять он еще ходит вы вот так вот блять то кто такое говорю я ему сказала пиздуй на николаева он хочет никогда курчатом пойти жить если я его выгоняю а я ему не хочу на курчатом давать квартиру зачем с какого хуя очень николаеву хуже квартира ничем чем она хуже у сына там хороший ремонт не хочет покупать сам холодильник тут все куплено на деловой купе поставь себе кухонный гарнитур если вот то что туда купила к столешницу я на свои деньги заказала холодильник на свои деньги купил да вообще там все на мои деньги куплено блять он только руки прикладывал и все более он облюбовал блять эту квартиру и посадил с федей блять в одном подъезде а харе у него пошла мне пойдет ничего так я ее быстрее продам для чем я ему оставлю не себе не людям я сделаю пошел нахуй не себе не ему сказала иди на николаеву и живи там подальше от меня не идет блять пойду сюда а суда с какого хрена сейчас я приду прям прям тебя под замешалка выкину не выкинешь я тоже там хозяин я говорю я тоже хозяин приду и выкину нахуй он иди туда 100 квартир развели блять и не знает где он может или здесь или или там блять он будет жить а мы здесь командую готов ему блин что он хочет возьми и свари а что не так что ли у тебя руки и ноги есть мне нравится суп свари себе блять суп то какой ты хочешь сейчас суп гороховой доезд я больше варить ничего не буду а если сашки нибудь я вообще варить ничего не буду вообще сашку когда заберут я вообще ничего варить не буду я ему устрою ультиматум вот верить или не верите я изменю все блять в своей жизни когда отправлю сашу я сейчас готовлю то что у меня больной человек мне надо готовить я решила так если мы остаемся без саши здесь да все ничего не готовлю вообще от слова совсем себе сготовлю пока его дома нет рублей поел а первое пойдем в салон поем пошел на пускай где хочет питается он варит научиться варить себе я скажу бери варе ни к чему не прикоснусь ни второго не буду готовить не первого вообще ничего не буду готовить вообще ничего не буду готовить когда я уезжаю у нас пустой всегда холодильник пустой вот так вот пускай живет на хочет насралая вот так поставлю ему сюда сан и диван заберу себе туда диван вот этот вот перейду в ту комнату и пускай спецосаном диване и живет здесь что мои глаза его не видели на этой кухне и готовит сам себе а я так ему сделаю да а я птица вольная я куда хочу туда и пойду куда хочу туда и поеду блять я всегда себя найду место покушать всегда и деньги найду и найду заработаю блять вот так а он чё хочет делает как хочет так и живет оставлю его на самом диване в этой кухне вот в этом вот в с кондиционером и пускай сидит этот мозаи херов и все и все и вся ему любовь раз он не уходит пускай что хочет уделать на его перекосоёбанную злую рожу я устала смотреть вот тут уже в городе он не сидит а может вообще уйду я в ту квартиру на курчатого уйду и все . заберу оставлю его здесь а чё мне не уйти там тоже очень хорошая квартира чё мне не уйти то блять чё мне тут нужен то пускай сидит в этих хоробах проведу там интернет и все телевизор заберу телевизор заметом ничего не надо телевизор заберу и все не шкаф тут ничего не буду покупать с кому привезут и это жиркой все вещи все там мои висят еще вещи свои которые нашу заберу туда там меня место есть шкафу сложу а он чё хочет пускай делает и насрал я на него с высокой колокольни и все они вся любовь буду жить там припевающе одна без него на пару кого не пущу блять пускай в этих аромах проживает и радуется жизни мать а я буду ходить контролировать что вы думаете я приду все проверено я если чего не так я ему морду все разобью в кровь кольца уже нет и без кольца разобью я ему устрою куски на мобиль я ему устрою жизнь малину сашка когда съедет я вам покажу блять где раки зимуют правильно ося а осенька пойдет с мамой до сына мама будет охранять до сынок осенька меня не бросить никогда да сыночка на маме он мамин маме сидит у порога чего-то ждет коврик я там истирала помыла вот этот новый коврик щеткой мой девочки замачиваю этом в поддоне и щеткой и потом хорошо моется кстати вот такой коврик и сделала и чистый и оскар сидит они как министр ладно люблю целую всем пока хорошего дня отличного настроения берегите себя и своих близких у нас с вами как себя я багира на своем канале жизнь багира из города мариинский посад республика ваша до новых встреч